Всем привет! И сегодня мы с вами разберемся, как подать документы в Питерскую вышку, если вы поступаете к нам в магистратуру. Документы в нынешнем году можно подать двумя способами. Это либо через личный кабинет, либо через оператора почтовой связи. И мы с вами сейчас разберемся в каждом из этих способов, какие есть особенности, что вам нужно сделать для того, чтобы спокойно подать к нам документы. Начнем с личного кабинета. Для того, чтобы подать документы через личный кабинет, вам нужно через раздел абитуриентов магистратуры зайти в личный кабинет абитуриент. На первом этапе вам требуется зарегистрироваться. В форме регистрации вы вводите свои персональные данные, это фамилия, имя, отчество, дата рождения, полгражданство и вашу электронную почту. После того, как вы нажмете кнопочку «Далее», вам придет подтверждение, код подтверждения на электронную почту, вы его введете в специальном окне, и вам придет логин и пароль на ваш номер телефона, который также на следующем шаге система попросит у вас ввести. После того, как вы получили логин и пароль, вы можете приступать ко второму этапу, это к заполнению заявки абитуриента и заходить в свой личный кабинет. После того, как вы введете свой логин и пароль, вы окажетесь в личном кабинете абитуриента. Итак, для того, чтобы заполнить заявку, мы заходим в первый раздел, и первым этапом, который вам предложат делать личный кабинет, это заполнить согласие на обработку персональных данных. Вы заполняете свои личные данные, после чего система самостоятельно вам сформирует согласие на обработку персональных данных и предложит его после вашего подписания загрузить обратно в личный кабинет. Каждый из разделов личного кабинета требуется сохранять после того, как вы внесете туда какие-то данные. Мы с вами сохраняем каждый раздел и переходим к основной информации. Основная информация – это ваши персональные данные, фамилия, имя, отчество и номер вашего СНИЛСа. Далее система потребует у вас загрузить также ваш диплом и ваш паспорт. Обратите внимание, что вам нужно будет сделать либо хорошие сканы, либо хорошие фотографии каждого из этих документов. Если документ у вас двухсторонний, например, диплом, вам требуется сделать сканы либо фотографии каждой из сторон и загружать их в личный кабинет. В документе, удостоверяющем личность, есть два раздела. Первый раздел – это данные, такие как номер и серия. Вы загружаете, опять же, страничку этого документа. И в пятом разделе, в следующем, это непосредственно данные о вашей регистрации и данные о вашем фактическом проживании. Соответственно, также загружаете их в личный кабинет после заполнения. Значит, если у вас, например, нет статуса соотечественника, либо какой-то из разделов, таких как, например, языковые сертификаты, участие в олимпиадах, конкурсах, целевое обучение. Если эти разделы вам не нужны, вы поступаете, например, не по целевому, либо у вас нет олимпиад, то вы эти разделы пропускаете, просто нажав после каждого раздела кнопочку «Сохранить». Даже если вам этот раздел не нужен, вы все равно должны его сохранить для того, чтобы система пропустила вас дальше на следующий раздел. Итак, образование мы заполняем по вашему диплому внимательно и подгружаем ваш документ об образовании. Далее, если у вас есть международные языковые сертификаты, нам потребуются наименование сертификата, язык сертификата, дата выдачи сертификата и тот балл, который у вас в этом сертификате прописан. Все сертификаты, какие у вас есть, вам также нужно будет подгрузить. Если вы участвовали в олимпиадах и конкурсах для того, чтобы уступить в вашу школу экономики без вступительных испытаний, например, и зачесть максимальный балл по вступительным испытаниям, вам может потребоваться олимпиада «Либо я профессионал, либо олимпиада высшая лига». Если у вас есть дипломы этих олимпиад, и они соответствуют вашему направлению подготовки, вы их также загружаете в соответствующий раздел в вашем личном кабинете. Если вы к нам поступаете по договору о целевом обучении, у вас должен быть скан этого договора, информацию, по которому вы заполняете в личном кабинете, и дальше подгружаете непосредственно скан. В 11 пункте система предложит вам выбрать образовательную программу. Вы выбираете кампус, который вы хотите подать, и выбираете программу, которая вас интересует. И останется выполнить буквально два условия. Это заполнить контактное лицо человека, с которым мы сможем связаться, если вдруг не дозвонимся до вас. И в дополнительной информации вам предложат сформировать заявление. То есть система самостоятельно формирует ваше заявление. Вы его выгружаете, подписываете и загружаете обратно в личный кабинет. На этом ваша заявка считается заполненной. Вы можете поступить в высшую школу экономики двумя способами. Если поступаете по общему конкурсу, либо по конкурсу «Портфолио», либо по вступительным испытаниям. Вы можете загрузить портфолио сразу при подаче документов. Можете сделать это позже. Главное успеть до 31 июля. Портфолио будет загружаться также на этой страничке. Если вы поступаете к нам по вступительным испытаниям, после того, как ваша заявка пройдет модерацию, у вас откроется блок второй. Это вступительные испытания. И в этом блоке вы сможете выбрать соответствующую дату и время того вступительного испытания, которое нужно на вашу образовательную программу. Поэтому портфолио нужно будет грузить в первом блоке. Вступительные испытания выбираем во второй блоке, на главной странице вашего личного кабинета. После того, как вы заполнили все данные в вашем личном кабинете, вы отправляете заявку на модерацию. Если ваша заявка сформирована корректно, модератор присваивает вам регистрационный номер, и вы становитесь абитуриентом Питерской вышки. Второй вариант подачи документов – это подача документов через оператора почтовой связи. Он практически идентичен тому способу, который мы проговорили с вами сейчас, за исключением лишь того, что вы самостоятельно распечатываете заявление о подаче документов и согласен обработку персональных данных. Все это подписываете, заполняете и вместе с оставшимися документами вкладываете в конверт и отправляете по адресу приемной комиссии. Единственное отличие здесь будет лишь в том, что портфолио у вас обязательно должно быть в электронном виде. Иными словами, вы не можете вложить ваше портфолио в конверт и прислать его в приемную комиссию. Вы просто присылаете свой пакет документов, именно личные документы в приемную комиссию. Модератор все это вносит в систему. У вас появляется личный кабинет. Вы открываете свой личный кабинет, который уже будет заполнен модератором после того, как вам присвоят регистрационный номер, и грузите ваше портфолио туда. После этого комиссия будет проверять ваше портфолио уже непосредственно из личного кабинета.